Посмотрим одно приложение. Быстро посмотрим. Называется Handyphone. Увеличение изменения, громкости нарастающей вашего звонка, пропущенные звонки, смс пропущенные. Открываем. Мы имеем вот такую кнопочку Handyphone. Либо ее включить, либо отключить. Если мы нажмем, снимем галочку, все, естественно, приложения будут неактивны. Мы включаем. Активный нарастающий звонок. Блокировка громкости, события питания. Напоминание. Ночной режим имеется. Настройка звука. Системные. Также имеются еще темы приложения. Настройка звука. Мы видим все, что здесь режим без звука. Виброзвонок, громкость, мелодия входящего вызова, звук уведомления, звук клавиш. Назад. Смотрим, выходим в более главную директорию. Извините, программа вышла. Снова ее включаем. Нарастающий звонок. Блокировка. Напоминание. Посмотрим напоминание. Включить напоминание. Здесь тоже, видите, неактивно. При включении ее появляются пропущенные звонки. Включено непрочтенный смс. Естественно, в каждую можно войти. Давайте посмотрим пропущенные звонки. Вхожу в нее. Здесь включить напоминание пропущенных звонков. Переопределитель уведомления. Звук уведомления. Можно выбрать. У меня, допустим, поставлен. Посмотрим. Проиграем его. Такой. Индикатор. Если у вас светодиодный индикатор, будет мигать. Унизу, что все относительно остальной. Директория, остальные вкладки имеют связь с индикатором. Непрочтенный смс. Также смотрим. Переопределить уведомления. Звук уведомления. Индикатор. Аналогично, как во вкладке непрочтенные, ой, точнее, пропущенные звонки. Звук уведомления можно посмотреть. Посмотрим. Вибрация. Включить короткую вибрацию при напоминании. Включить экран. Ну, я его выключаю в подобных приложениях, чтобы... Зачем мне это нужно, когда телефон находится в чехле? Индикатор. Интервал. Вот для меня интервал несколько непонятное. Почему непонятное? Потому что интервал, в случае, если вы пропустили звонок, либо пропустили какой-то смс, то, я так понимаю, интервал между напоминанием будет 30 секунд. Мне кажется, это мало. 5-10 секунд здесь не меняется. Можно увеличить. Видите, 1 час. Но вот слегка для меня вот это непонятно. 30 секунд, что подразумевается под интервалом. Но надо как-то будет поэкспериментировать, посмотреть. Интервал между оповещениями. Оповещение, видимо, о пропущенных событиях, так как все это имеется и относится ко вкладке «Включить напоминание». Здесь пропущенные, непрочтенные. Хотя посмотрим. Давайте войдем еще раз в пропущенные звонки. На звук уведомления. Индикатор. Видите, здесь нет возможности изменять, изменить график. 30 секунд, который я отмечал. Вот здесь все. Цвет индикатора. Это именно относится к последнему. Переходим на вкладку «Повыше». Еще раз нажимаем «Возврат». На вкладку «Повыше». Вот здесь нарастающий звонок. Можно включить конечную громкость. Поиграться здесь с вкладками. Активировать их блокировка громкости. События питания. Но мне лично нарастающий звонок не нужен, потому что иногда наоборот, когда иду по улице и телефон находится в карманах, то я наоборот звонок не слышу. У меня охота, чтобы он был громче. А когда если на каких-то мероприятиях подобные с совещанием, то здесь можно вообще отключить телефон. Поэтому мне нарастающий звонок не очень нужен. Так, снова давайте войдем в программу включить Handy Phone. Вот такая программа. Может кому-то она потребуется. Кто-то будет ей пользоваться. Достаточно удобная, с понятным интерфейсом, с понятными функциями.